Сегодняшний наш урок со студентом Российской Академии Музыкин и Гейсиным Давидом Тарсумакова. Мы хотели бы продемонстрировать исполнение гамм для мажор. Мы играем в двух штрихах гаташи и регата. Дальше мы выполняем весь набор упражнений. Это триорик, квартолик. Немного обратим внимание на игру в интерваликах. Призвучим. Начнем с гаммы Ля-мажор в прямом движении. Хороший темп. Нужно обратить внимание на движение, на работу дыхания. Мы играем до предпоследнего звука. И потом от следующего звука верхнего, я имею предпоследний звук при восходящем движении, мы играем в противоположном направлении. Поэтому сейчас чуть-чуть медленнее, чтобы правильно распределить дыхание и мысль. В первом группе мне хотелось бы, чтобы это видение твоего дыхания было чуть-чуть активнее и не отдельным импульсом. Еще раз. Чуть медленнее для того, чтобы почувствовать, насколько правильно мы работаем дыханием. Когда в момент вдоха верхняя часть у нас остается свободно, не зажатка. Разделим на две части исполнения данной гаммы. На три части. Первое движение от ноты Ля первой октавы до ноты НИ третьей. И не убираем работу, вернее так скажем, не убираем активность работы диафрагмы. То есть ты в момент атаки стеночку живота убираешь во внутреннюю сторону. А не нужно направить обороты противоположных, как бы опереться. Еще раз. Тебе нужно, наоборот, больше движения к ноте НИ. Больше активности к НИ. Больше активности к НИ. Больше активности к НИ. Больше активности к НИ. Вместе к НИ. И от C уже играем в прямом движении, и без этих остановок мы для себя эти опорные точки удерживаем в сознании. Такой реверант перед каждым из этих звуков не делаем, но опять внимание свое направляем на эти звуки, пожалуйста. Спасибо. Теперь попробуем еще садить. Постараемся обратить внимание на то, каким образом мы работаем дыханием. Мы должны визуализировать точку, в которую мы направляем воздушный поток, чтобы воздушная струя и, соответственно, звук не был бы широким, а был бы узконаправленным. Поэтому постараемся проследить за тем, во-первых, найти эту точку, в которую ты направляешься, воздушный поток, и правильно организовать свой аппарат в более собранную позицию. Продолжим дальше. Продолжим дальше. Сейчас сыграем триоли сиквенционные на легато. Мы должны успевать наблюдать и проследовать за несколькими вещами. Это формирование звука, направление воздушного потока, соответственно, звукового. Это точность тактильная в работе пальцев. Но и очень важный вопрос – это тембральная окраска звуков. Для этого мы играем гаммы для того, чтобы проследить за тем, как ноты между собой соединяются и как они звучат в единой краске звуковой. Нужно стремиться к звучанию, я подчеркиваю, именно стремиться, как пример фортепьянного звучания. Мы должны добиваться с точки зрения ровности звуковой окраски. Поэтому, играя эти упражнения, соответственно, здесь у нас возникают небольшие скачки, торцовые в данном упражнении. Ля-Си-До-Си – секундовое возвратное движение. Когда будем играть кварты, будет торцовая квинта. Следить за тем, чтобы в момент скачка сохранить тембральную окраску. Еще разочек на легато триоле. Мы играем от ноты для второй октавы нисходящее движение до ноты до диета. Получается, последнее движение – триольная группа нот будет играться от ноты «Ни». Миры до диета, пожалуйста. Еще раз, должно быть устремление. Я вынесу, что ты двигаешься, у тебя каждая группа нот как бы автономная. Та-да-да-да-да-да. Нет общего движения, сквозного. И от силы обратно все глупы. Брать внимание, чтобы лишних движений не было скованных. Это имеется в виду и мышцы лица, и тела. Работа дыхания – да. Эта помощь должна активно работать, то есть все остальное стараться не напрягать, пожалуйста. Еще раз, этот же эпизод от «Ля» в октаву нисходящее движение и возвратное движение от «Си». Объединяем два этих движения. В окончании мне нравится, что ты проявляешь музыкально. Ты пытаешься играть выразительно, но мы теряем активность звуковой. Обрати на это внимание, чтобы все-таки закончить на более ясном звуке. Да, возможно, ты потом не целиком сыграешь в том упражнении. Помни о том, что у нас существуют опорные точки, в которых мы ведем тот или иной фрагмент данного упражнения. Перейдем к квартонам и поменяем штрих. Играя данное упражнение и играя, в принципе, в штрихе в этаже, нужно не забывать о том, какое действие выполняет язык. Мы языком работаем на то, что мы отходим от трости. То есть быстрота движения языка от трости. В заданном пульсе, в заданном темпе определяет характеристики. В более быстром темпе, скерциозное движение, в более медленном темпе, штрих у нас существует такой портамента. Мы сейчас играем, исполняем данное упражнение в достаточно подвижном темпе. И вот здесь нужно для себя подчеркнуть, самому себе сказать, и напомнить, каким образом действует язык. Не забывая о том, еще очень важный момент, опять-таки правильное распределение воздушного потока. То есть от чего к чему мы идем. Мы не играем, в принципе, насквозь все упражнения, хотя это основная задача, сверхзадача. А мы делим на небольшие этапы для того, чтобы правильно организовать и внутреннее движение, и правильно организовать саму работу воздушного потока. Поэтому еще разочек, пожалуйста. Можно вставить. Можно вставить. Играет музыка. Да, у тебя было на разное интереснее и профессионально сыграно в отличном количестве употреблений. Когда ты самостоятельно занимаешься дома, обязательно нужно пробовать играть в разных темпах. Не забывать про проигрывание в более сдержанном темпе, для того, чтобы в этом темпе успевать проследить, насколько верно и неверно ты исполняешь данное упражнение. С другой стороны, ты тренируешь свое внимание и реакцию подачи определенных импульсов, определенных задач, которые ты перед собой ставишь. И потом ты это тренируешь в более подвижном темпе. Сейчас перейдем к интервалике в более спокойном темпе. Сыграем терция. Даташа. Даташа. И почему это сначала, чтобы при наглатном движении, при поворотном, просто движать вообще точно Bears. Хочу вас еще напомнить, что у нас текси С, у нас является первым исходящим движением. Поэтому нужно промыслить таким образом, чтобы неформально исполнить эти упражнения, понять каким образом распределить воздушные потоки одно движение у тебя идет к последнему движению к последнему последней терции это будет не до диез и от си играешь на гладкой сыграть но и самого себя почувствовать звук от которого проиграешь восходящие активный темп понятно что можно развиваться и продвигаться в сторону еще бой более подвижной игре задача и еще я хотел бы немножко подкорректировать позицию тройте нам штуке поставлю попробовать чуть повыше потому что видно что тросточка подсела на время игры на ней звук недостаточно сфокусирован и попробуем контролировать точку сопротивления когда ты играешь на инструменте чтобы звук не сам по себе существовал а чтобы ты его вёл контролировал и корректировал в процессе игры попробуем пожалуйста а 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 качество звука более собранный звук получается поэтому нужно об этом думать слушать внимательно и в процессе занятий обращать на это внимание и если слышишь что-нибудь повторяю корректировать позицию тростья на мой штуке для того чтобы сохранить качественный таким же образом мы работаем последующих интервалах это квартек линдос экзо септимы и октавы а сейчас исполнил три звуча в прямом движении перед началом исполнения можно задать внутреннюю как внутри себя услышать или воспроизвести внутреннюю пульсацию ты будешь играть просчитав несколько долей включиться в уже вспомненную музыку насквозь Западает стержень к руководству Яртый звук Отсобранье Подъезжайте внутренне Несмотря на то, что мы для себя взяли такую форму, что мы идем к предпоследнему звуку, а последний играем в обратную сторону Верхний звук, крайний звук, движение в восходящем управлении Сейчас сыграй, пожалуйста, от ноты ля до ноты ни в прямом движении Вернее обращение, но остановиться и продолжить звучание вне третьей октавы Вернее в Matter В Веспавле Отсучивайте Вернее вверх Уже больше внимания было уделено на этой батаре на деталях. Ну, если участь была свободна. Обойтись. Бойте 2. О. Э. О. Да. Удаваем. Ещё раз. И играем на скользкую обновление. Удаваем. И доминантовый септакор. В прямом включении. Удаваем. Не распускать аппарат. Вот. Зажимаем. Разных пельмец. Потом ещё раз. Мы сыграем в небольшом движении. То есть, самое начало упражнения. Допустим, первые два звена. Сыграем, пожалуйста, с движением вперёд. Вместо освобожим. Вверёд. Да. Сейчас не было скользко. Сейчас находишься в движении. Ты, если ты двигаешься органично, естественно, то ты не зажимаешь своё тело. Когда стоишь на месте, от большого количества повторов иногда возникают утомляемость и усталость, и ты своё тело зажимаешь. Или ты идёшь неестественным образом, да, на какой-то твоей зажатости. Поэтому ещё раз попробуем так же вот эти два звена с остановкой именно на звуке, но движение этого зажимаешь. Сохраните, пожалуйста. Замечательно. А теперь постараться стимитировать это движение. Дизулинируй, что ты идёшь, пожалуйста. Чуть хуже получилось. Ещё раз движение. Сейчас было лучше. Попробуем это сделать уже как вы вставите. Ещё длиннее направляем этот звук и идём к нему вверх. На первой звуке очень долго застегиваемся. На первой звуке очень долго застегиваемся. Да. Ещё раз. Взрыв. Не знаю. А теперь. Взрыв. 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 А теперь уже целиком. Выграем упражнение. Взрыв. И выключай только опору Ясность звука Не нужно играть призвуками Не нужно играть субтоном Стремиться за единой звуковой окраской Опять, когда мы играем последовательно в габах Мы это слышим Какие-то ноты более тусклые И какие-то, наоборот, чрезвычайно яркие Наша задача как исполнителя Все это организовать Под единую линейку И исполняя гаммы Мы работаем над штрихами Над соединениями Над переходами Над точностью в динамике Над интонацией мы работаем Когда мы играем последовательно в звуковой окраской И когда мы играем определенный набор упражнений Это интервалик Это трезвучай Это антосертаккорды Мы вслушиваемся в точности исполнения тех или иных интервалов Также мы работаем над Улучшением более подвижной игры То есть мы сначала в стержанных темпах работаем Потом, когда мы чувствуем уже уверенность в определенных комфортных темпах Мы начинаем играть чуть подвижнее Во время занятий Безусловно, мы пользуемся Такими устройствами, которые нам помогают Это тюнер Когда мы можем Профиксировать, насколько мы точно или не точно интонационно играем Это работа с метрономом Для того, чтобы удержаться в едином движении Сейчас в нашей жизни это сделано очень просто Можно закачать тюнер И микрономный телефон Он всегда с тобой рядом И всегда ты можешь проконгранировать себя во время самостоятельных занятий Это очень важно А в дуэт гамм тоже нужно играть Как мы, в принципе, это делаем достаточно часто Это хроматическая гамма Продемонстрируем эту От сегмон до подъезда Мало октава Да, от сегмон мало октавы Я рекомендую эту гамму играть почти каждый день Даже каждый день, когда мы соприкасаемся с инструментом Есть такая шутка на эту тему Что, когда мы играем хроматическую гамму Мы, как минимум, проверяем Те ли клапаналы Функционируют для того, чтобы в дальнейшем Исполнять то или иное произведение Не ощутить какой-нибудь сюрприз Во время игры Что вдруг какой-то клапан у вас не открывается Или не закрывается Ну и опять-таки, говоря о едином тембральном краске Когда мы играем весь звукоряд От самого низкого звука До самого верхнего звука Мы понимаем, в каких кондициях мы находимся И на что нужно обратить внимание Пожалуйста Очень хорошо, что так получилось Может быть, не очень комфортно Сейчас я ее тросочку Я вам курсу найдем Если тебе хочется ее поставить чуть пониже Можешь отнизу Пока ты это делаешь Говоря о нотах нижнего регистров Очень часто можно услышать от педагога Следующие комментарии Что вот этот низкий звук Постарайся Чуть больше усилий Поднапрягись Чтобы его взять Я не сторонник силовой манеры игры на инструменте Поэтому нужно исходить от, прежде всего, естественной позиции Если даже этот звук сразу не взялся Можно к нему подстроиться Но ладно Не через силу Если она не получается Можно поиграть определенное упражнение Не ставить перед собой себе задачу Чтобы этот звук получился Именно в этот момент Когда вы начинаете играть Это уже разговор следующего этапа А мы, закрывая позицию этого нижнего звука Просто направляем в воздушный поток А потом подстраиваемся в звук Но не прибегая к сверхусилию Абсолютно свободно После того, когда мы попадаем в этот звук В нижний звук Мы воспроизводим несколько последовательных атак Через небольшую паузу Для того, чтобы возникло ощущение мышечной памяти И следим за четкостью произношения В дальнейшем упражнении этого исполнения хроматической гаммы Но в данном случае мы сыграем несколько вариантов Приемов исполнения первого звука Что-то сидим вот, пожалуйста И сразу начинает играть атака Сначала напасть как бы в зерно звука А потом уже исправить атаку Если атака и исполнение атаки в нежном регистре получаются Уже в процессе извлечения То в принципе это может быть и с самого начала То есть надо подготовительный хвостик весь убрать И пробуем еще раз Что нужно сделать? Нужно немножечко изменить угол направления воздушного потока Как бы его направить чуточку вертикальнее Не забывая о том, что позиция уголков ближе к центру Чуть вперед, пожалуйста Мы не делаем толчок, а потом добавляем воздух А работаем всей массой воздуха И она уже у нас направлена в определенной форме И с определенной интенсивностью И мы ее стараемся уже не менять Лучше, еще Движение в лице Мы достаточно большое количество времени уделяем работе Именно в этом виде работе Работа над гаммами Над звуками Над звукоизвлечениями Потому что это основа основ Поэтому эти же приемы мы применяем Исполняя этюды, произведения Чтобы там не сталкиваться с определенными проблемами Мы их решаем уже на базе исполнения гамм Теперь собираем целиком на регистр Хроматическую гамму Мы опять-таки не теряем общего звучания Вот он здесь не получается Точно у нас перехода Далеко он находится Ближе к крови Дыхание Чуть активнее первое Можно Так вот такой прием Батру Берем Табы еще раз Как вариант Да, попробуем поменять сейчас инструментами Нету четкого интонирования в каждом из лучей Ты играешь сейчас пальцами Не идешь в сальфиджирование Внутри себя Прояви это Но тем не менее Несколько переходов В восходящем движении получились лучше Это говорит о том, что может быть имеет смысл проверить у мастера Насколько точно или не точно соприкасаются к лапонам Играя эти упражнения Мы еще раз продемонстрировали и слушателям И себе самим О важности исполнения данных упражнений Да, мы много времени уделили исполнению гамм Упражнений и элементов определенных Да, вычленив Да, начало звука, нижний регистр Переходы Все это, безусловно, мы должны исполнять Ежедневно в своих занятиях Наращивая свое профессиональное мастерство Фрагмент сыграем произведение Концертина Люфа Первая часть Вот ритмический рисунок В самом начале Четверть пауза Восьмая Шестнадцатая пауза Шестнадцатая И половинка В паузе В шестнадцатой Внутри второй доли Нельзя останавливаться Мы должны не выходить из общей пульсации Если не будет остановки внутри То и проблемы в переходе И в начале звука не будет Поэтому я сейчас Хотел бы тебя попросить сыграть следующим образом Чтобы ты ноту ми Исполнил в виде двух шестнадцатых Не знаю, что там восьмая Во время паузы Сыграть еще одну Только в динамическом плане Ее сыграть чуть тише Третью шестнадцатую А четвертую сыграть уже Как она написана И следующая доля То есть Нельзя останавливать воздух Воздух должен распространяться Совершенно верно Вот Пожалуйста Еще 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 Сейчас Сейчас Нужно выполнить Две Две задачи Которые я сейчас поставлю Они может быть Будут Противоречат друг другу Но тем не менее Мы играем Как сейчас ты это сделал Направляя дыхание вперед Не останавливаясь Но продвигаясь вперед Каждый последующий звук Из заполняемых В трех шестнадцатых Мы должны играть Динамически Играя тише Третью шестнадцатую Мы фактически Не будем озвучивать Но дыхание Мы ее проработаем А теперь Вся пульсация Про себя Собрань Дальше В начале Мы чуть-чуть Обратили на это Внимание Каким образом Можно правильно Распределить Воздушный поток И правильное Создать правильное Направление Дыхание Для того Чтобы Не было остановки И были Точные Чистые Сыгранные Переходы В быстрый тем Достаточно подвижный 144 И паузу Нельзя рассматривать Как остановку Она тоже должна Звучать Пауза Это тоже музыка Пожалуйста Еще Если мы в паузе Делаем Большое движение В изменении аппарата То мы ноту первой октавы Играем С небольшим призвуком Сейчас сыграем Следующее упражнение Мы поиграем На легато Переход от фадии второй К ми К левый После паузы И после паузы Постараемся Постараемся Последить за тем Чтобы аппарат У нас работал Не на открытие А наоборот Еще больше Сосредоточения Потому что Инстинктивно Видя Такой большой разрыв Большой скачок Из второй октавы В первую Хочется больше Приоткрытие Аппарат Нужно сделать Возвратное движение Для того Чтобы сохранить Ту позицию Которая у нас уже была Единственное Что можно Изменить Это позицию Направления Воздушного потока То есть Немножко Более вертикально Направить Пожалуйста Что делать Ты как-то Делаешь Отпускаешь Аппарат А потом Его замок Собираешь Не нужно Этого делать Даже Если ты не играешь Сохрани позицию Аппарат Логично Да Понятно Что может быть Там имеет смысл Взять воздух Но я бы Может быть Все-таки Перенес Этот момент Для того Чтобы сохранить Тембр Пожалуйста Сначала Да Спасибо Дальше Наоборот Собрать Больше Вот Я попытался Откростью Ввести А ты начал К ней Приближаться То есть Ты должен Эти два Действия Совершить То есть С одной стороны Должен Стремиться Нижней частью Нижней челюсти Пойти Вниз А Дядь Нижней челюсти Совершенно верно Тогда Получится Дочнее Вторая половина Нижней челюсти Нижней челюсти Отнестись К квартальной Пульсации И к триольному Движению Обратите внимание Пожалуйста Сыграем Сейчас С заполнением Квартой С заполнением Квартой Мы Когда играем Буктивный ритм Мы Более Мелкую Длительность Направляем В сторону Следующей Синной Дорой Мы Играем От Слабой К Син Пожалуйста Слабой Слабой В итоге Как скажешь Квартоле Или триоле Триоле Вот они у тебя И сидят в голове Ты играешь Логично 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 А каждому не надо Замок Та-да-да-да-да-да-да-да-да Ты играешь Уфтильный ритм В сторону Ближе Триольного Движения Квартольного Поэтому Имеет смысл В сдержанном темпе Это проработать И уже потом Перенести В более подвижное движение Маленький эпизод Д Когда мы играем В быстром темпе Здесь у нас Достаточно будет Подвижный Такой пассаж Мы хотим Дыханием С одной стороны Не помешать Этой быстроте То есть мы начинаем Чуть-чуть Как бы Прибирать дыхание Это неправильно Потому что мы должны Озвучить все ноты Поэтому Чуть спокойный темп Озвучим Ваем все ноты Спасибо Я специально взял Небольшой эпизод Играем только Окончание От Си К До Диету Спасибо Теперь мы играем Теперь мы играем От До Диеса До конца До Диеса О, от Дюби-карта От Дюби-карта Еще Спасибо Переграем от Ре Переграем Через паузу Первое движение Ре-ля-ре-до Да Все-таки Ре-ля-ре-до Пожалуйста Да Соединяем Дальше Спасибо Переграем От Ля Переграем От Ля Спасибо Переграем Уже Сначала Весь эпизод Еще раз Спасибо Теперь сыграем От До Да Ре Чтобы Ля Не выстрелило От До Да Ре Теперь от Ля Дальше И в общем Движение тоже Как будто бы Внутри От Ля У него нужно С линкасом Движки Начать Новое движение Пожалуйста Сейчас мы разобрали Небольшие Участки И пассаж Становится Более С одной стороны Выпухлый И более ясный В каждый звук Проходим Таким же образом Нужно проработать И последующие Пассажи Когда мы Играем Достаточно Продолженный Пассаж Для того Чтобы он был Устойчивый Мы должны Понять Из каких Моделей Он состоит И потом Эти модельки Мы связываем Между собой Соединительные Звения И он у нас Начинает звучать Совершенно По другому Более ясно И подконтрольно В данной части В первом эпизоде Нужно обратить Внимание На внутреннюю Пульсацию На прочное движение Квартольное Переход В треодное Чтобы у нас Не было Пересечений Не то что Пересечений А такого Расплытого Ощущения В пункте Одно Ритме Как будто Мы играем Ближе к Треодному Движению Чтобы сохранить Остроту Дальше Следующий эпизод Который у нас Прописан Шестнадцатыми Но достаточно Рельефно Вы должны Обратить внимание Из каких Звеньев Он состоит Исходя Из этого Уже Более ясно И четко Его Произносить Играть Игра Просто Сквозная Без Такого Тщательного Разбора Без Флодировки Она уже В принципе И на Начальном Этапе Обучения Не проходит Ну а Урагодал Человек Когда человек Уже занимается Приличное Количество Летной Ристургенте Хотя я знаю Что в момент Самостоятельных Занятий Мы в классе Всегда Говорим об этом И когда ты сам Занимаешься Ты показываешь Очень хороший Результат Но просто Стараться Не забывать Об этом Хорошо? Да Увидимся На следующем Путешествие Спасибо Спасибо Сейчас мы Продолжаем Занятия Со студентом Российской Кадем Моркин Медисиных И Днем Харпу Мы Исполним Этюд номер 7 Из сборника Марселя Мюнер Аналиста Ми бемоль Мажор Пожалуйста Во второй раз Когда мы Исполняем Эту тему Она Прозвучала Лучше В первом Изложении Это было Не совсем Понятно Нужно Обратить внимание От какой Ноты Мы начинаем Движение От первого Звука К чему Мы идем И показать Тяготение К началу Второй День Пожалуйста Вот только Этот эпизод И попробуем Все-таки Сыграть С украшением По времени По че-е-е И тот звук Который мы приходим Мы его не просто Формально извлекаем Со второй нотами Не можно Третья отстава А показываем Долготу Звучания На нисходящее Движение Совершенно верно Теперь еще раз Повторяем это Законяем это ощущение И потом На этом же движении Играем уже Весь звук Оряд Напоследственно Уже встык Пожалуйста Следующая тема Которая у нас С тобой возникает Я хотел бы Тебе вратить В целом Ты играешь ее Правильно Но тем не менее Сыграть без верхнего звука Пожалуйста Мне очень понравилось Что ты не стал Снимать дыхание И разделять Это движение Потому что это Единое движение И как раз таки На завершение Каждых трех нот В первой квартале Мы исполняем верхний звук Чтобы он у нас не игрался И не исполнялся Ярче чем Предыдущий материал Чтобы не было Это будет неправильно Сверхней руку Да Опять Для чего мы играли Без верхний звук Для того Чтобы ты ощутил Движение Твоего воздуха Твоего дыхания И вот на это движение Добавить верхний звук Специального усилия Для озвучивания Этого верхнего звука Не нужно Добавить верхний звук Добавить верхний звук Добавить верхний звук Чуточку внимательнее отнестись d Soumen указанием в тексте вот этот эпизод который мы должны были играть пьяно мы должны на пьяно все-таки проиграть три с половиной так только начать крещендо в конце 3 в конце четвертого так не нужно раньше времени выходить другой нюанс мне хотелось бы чтобы ты не подсекал последнюю ноту Пампиде, обратите внимание понятно что ты хочешь переключиться в игру в следующей линии но не за счет обрыва последнего звука в предыдущей линии и удержи себя в пьяно начни еще раз отсюда то что ты пытаешься играть в движение и показать как бы финальную точку этого раздела к чему ты идешь это замечательно ход мысли твоих понятия но он должен быть сыгран без изменения в динамике просто эмоционально в конце не нужно открывать последний звук звук он но ну он и у он он Последнее, пускай, не отжимай. Пускай, и тать. Немножко ускоряешь. Давай я восьмых посчитаю. Не пускай, и тать. Все делать. Вот и пьяный. Здесь немножко нужно отступить динамику. Это будет красиво. Сыграть, пожалуйста. Мы не отвинживаем, а от себе можно. Молодец. Униживаем. Опять. Мы приходим в два хорта, а потом переход в пьяный. Это большая динамическая разница. Это очень сильная, контрастивная динамическая линия. Поэтому нужно это продемонстрировать. Еще раз. На этом очень сложно. Униживаем. 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 Мы динамические. Униживаем. Я униживаем. Униживаем. Мы динамические. работала октавы, и это было сыграно сейчас в достаточное качество, давай только повторим. Развитие мелодической линии здесь достаточно понятно, а вот смог бы ты это сыграть наизусть, этот эпизод, попробовать, да. Ну, попробуем с октавы, да? Да. По-хорошему, когда ты занимаешься работой над текстом, повторяя тот или иной эпизод, несколько раз ты даешь себе возможность понять, что ты один раз играешь обязательно, поэтому здесь, в принципе, в тексте прописано два повтора, ну, как бы один повтор, два проигрывания. А когда ты работаешь над этим, ты можешь сыграть два по два, три по два, для того, чтобы получить уверенность от того, что это место действительно стабильно у тебя получается. Сейчас мы сыграем просто так написано в тексте, но вариант получился. Но мне хотелось бы, чтобы ты более четко прорисовал мелодическую линию. И в общем движении динамики, увеличение, небольшие внутренние волн. очень важно когда ты прорабатываешь текст вычленять какие небольшие фрагменты и заучивать тем самым ты пропускаешь через свое сознание а не просто выучиваешь тактиль а вот а а а а а а а д а а а а а а а а а Чуть больше времени нужно уделить, чтобы выучить Четыре звука нужно выстроить в один мелодичный Четыре звука нужно выстроить Четыре звука По стараемся сыграть По стараемся сыграть более подвижен важный момент когда мы работаем с текстом говорим о фазировке продолжаем играть произошла остановка и ты решил повторить фразу начинаешь играть от 1 нота в такте 1 нота в такте она является последней предыдущей предыдущей праздник от нее не нужно начинать от 2 16 я играю весь этот набор и играешь в этом смысле нам поможет сейчас а а а а а а а Совершенно верно, еще раз так, с тропами. Нет, поэтому ты не играешь, здесь получается вот он ходом. А, спасибо. Да, соль, си, ля, ля, до, си. Игра в ансамбле тоже очень полезная. Для того, чтобы почувствовать, когда будешь играть один, какое количество голосов может быть. Их может быть два голоса, три. И ты, когда играешь один, ты должен это проявлять в своем исполнении. Сейчас мы вдвоем даем друг другу понять, каким образом развивается мелодия. Совершенно верно, меняемся листами. Игра в ансамбле. Да, запротив динамики. Не выключается, два дыхания. Ты как бы уходишь в мой голос, да, в динамики. Но продолжаешь набравлять воздух в инструмент. Еще раз так же играем. Опять меняемся листами. Игра в ансамбле. Игра в ансамбле. Игра в ансамбле. Как ты играешь один себе и у меня? Игра в ансамбле. Первое. Первое. Не нужно. Я называю это музыкальным мусором. Потому что это сейчас нам не нужно. У нас долгая задача стоит. И нужен контакт со звуком. В тот момент, когда ты начинаешь уже подавать этот воздух в инструмент, и инструмент должен тебе сразу ответить. Но в первую очередь ты должен услышать этот звук внутри себя. И настроиться на него. Хорошо. Еще раз, пожалуйста. Лучше. Молодец. Еще раз и дальше. Эту лигу я бы разделил на несколько составляющих. Вот ты приходишь в Си-Ля, и потом аддон начинаешь играть. Замечательно. Теперь играем весь этот звук. На милии его. Дальше. 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 И дальше. Поиграем вдвоем. Моно будет вверх-тискоря. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торzok Дима Торzok ДимаTorzok Дима Торzok 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 Дима Торzok